Сегодня в нашей библиотеке, как и каждый четверг, собрались члены нашего литературного объединения «Свиток», которое существует уже более 40 лет. Сегодня на «Свитке» замечательное событие. В гости к нашим поэтам и литераторам приехал до Центра кафедры литературы и литературной критики Литературного института имени Горького Сергей Михайлович Казначеев. Он прекрасный литературный критик, большой специалист своего дела, автор многих книг, очень часто печатается в различных журналах. И в 2019 году он был членом жюри конкурса «Пасадская лира». И сегодня, я надеюсь, Сергей Михайлович даст очень много полезных советов нашим свитковцам. «Пишите, ночь на болоте. А как бы ты, Вася, ты написал бы? Я бы написал так. Ночь, куст и утята в кусте свись, свись, свись». А пришли к габаритам этому мальчику. Он говорит, «Вася, ну слишком коротко как-то у тебя получилось? Где же коротко? Все ноченьку-то свись». Ну нет, Сергей Николаевич, ну вопрос. Художественная или это литература? Теперь художественная литература. Ну, понимаете, как сказать? Если мы будем, как бы сказать, загонять вот это все в жесткие рамки традиции, у нас все равно это не получится. Все равно будут приходить новаторы, они будут говорить, а мы хотим обновлять стих, мы хотим обновлять форму. Это было еще со времен... Кстати, ничего нового здесь у них нет в этом смысле. Самые вот такие вот изощренные в области форма были провансальские трубадуры. А они воспринимали эту традицию от арабской поэзии. Скажите, где трубадуры, где древнеарабской поэзии, но вся Испания была ведь покорена маврами, как мы знаем. И вот европейские, южно-французские, вот эти сам провансальские поэты, они брали из арабской сладкоголосной поэзии приемы и методы и жанры. Но вот, значит, насчет этих приемов. Ну, пожалуйста, можно печатать и так, и так, да? Можно в одну строчку, можно в две, можно не признавать это деление на строфике. Некоторые сейчас поэты, кстати говоря, и отчасти можно понять. Вот ведь раньше бывало как, в традиции русской поэзии, ну, он пишет традиционное стихотворение, да? Кончается строка, он переходит на следующую, и там дальше идет, хотя фраза не закончилась, с большой буквы. И ворд, кстати говоря, русский ворд, он предлагает именно такое, по умолчанию это делает. Вот. Казалось бы, это, ну, а почему? Фраза не закончена, зачем с новой стратегии начинать? Ну, естественно. И многие этим пользуются. Это их право, абсолютное право. Там, где это требуется. Но дело в том, что, все-таки, понимаете, мы должны отдавать себе отчет в том, что поэзия отличается чем-то от прозы. Ну, многими, многими факторами она отличается, но в том числе и этим. И это привилегии поэта. Привилегия начинать каждую новую строчку с большой буквы. Это ему право дано такое. Вот. А если он отказывается от своих прав, ну, ну, ты нам не хочешь, не пользуешься. То есть ты можешь пройти вперед, да, там, этой очереди, а я буду, нет, я встану в конец. Ну, встану в конец. А у тебя было такое право, возможность реализации этого или нет? Теперь вот к вашему вопросу, то, что касается исторического аспекта. Ведь, если мы будем говорить вот это самое деление на строчки, на строки, вот эти, которые, или там, большое, с маленькой буквы. Ведь поэзии-то не 200, не 300 лет, и русской в том числе, а там многие тысячи, многие тысячи лет. И не всегда были такие полиграфические возможности, как сегодня, типографские, там, и прочее. Если человек высекает там свои бессмертные строки на камне, клинопись или как-то, где ему думать, там камня может не хватить, понимаете? Он печатает так. Или там мальчик Анфиме пишет на берестяной грамоте, там свои значки эти самые. Конечно, он не думает о делении на строчках и о знаках припинания. И русские летописи, если мы их посмотрим, там трудно. Слово о полку Игореве, если мы посмотрим, до сих пор его так и так разделяют там на строки на отдельные фрагменты текста, и не могут прийти к единому мнению. То есть это вот момент исторический. Во-первых, люди не задумывались над этим тогда, вероятно. Что наводит нас на неизбежную мысль о том, что они форме придавали не такое же большое, как нынче, значение. А с другой стороны, ведь форма, она не из пустого, как говорится, корня вырастает. Это на чем-то. Когда я в свое время читал, начинал читать лекции по теории стиха в литературном институте, я говорю, чем отличается стих от прозы? Я задал вопрос, чем отличается стих от прозы? Они говорят, ну там есть рифма, там, допустим, в стихе есть рифма. Я говорю, ну а делай стихи? Авер-либр, там нет метод. А вот там есть ритм. Я говорю, вы еще про Зарику скажите, что у него нет ритма в его прозе. Он вас это самое, так сказать, высушит и повесит на бельевую березду. Значит, не в этом, а в чем же? Ну в чем же так же? А там образность, там, у поэтов больше образности, а в прозе нет образности. Все прозаики окрыстся тоже. И в том же время, я делал, поступал примерно так. Я показывал примерно такое. Это что? Ну, вы имеете в виду, правда? Внешне, четверо уже. Кровоз, да. То есть очевидно форму. А вот это что? С новой строчки. Вот это что? А это стихи, да? Ну правильно, да, я угадал. Вернее, вы угадали. Вот. Чем же они отличаются? А может быть я вас обманул? Наоборот, стихи набрал вот здесь, это моя книжка, я мог вас обмануть. Вот. И набрал стихи в подбор, а прозу вот разбил на такие отдельные, короткие, более-менее строчки. Но этого не сделал. То есть, мы подходим к самому вот такому принципиальному моменту, отличие, если уж так, формального отличия. Прозаик пишет, 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 пишет свою фразу, мысль у него может быть короткая, телеграфная, а может быть длинная, распространенная. И ему не важно, в какой формат книги она будет помещена. Для него это не так важно. Поля там, все важно, красиво, но в принципе не важно. А поэт в какой-то момент доходит до чего-то и останавливается. Он тройку написал, там, я встретил вас, и все былое. Он мог писать дальше. В отжившем сердце, а желудок. То есть, бумагу не экономит этот человек в данный момент. То есть, насколько там лесок порубили на целлюлозу ради этих самых поэтических выходов. Но что-то его останавливает там. Его останавливает и заставляет его отпружинить. И перейти в конец этой самой текотворной строки. Так же, как раньше печатали стихи на пишущей машинке. Он переводит каретку. В первоначальный момент сейчас мы в основном нажимаем на Enter. И нас отбрасывают сразу в конец следующей строки. А что же там такое? Таинственное, что их представляет. Они бегут, как черт отладано от этого. А там есть то, что я обозначаю. И не только я, а многие тиховеды. Но я на этом встаю твердо. Концевая константная пауза. Вот концевая 2к. Это легко запомню. Концевая константная пауза. То есть, наличие этих константных пауз, которых в прозе нет. А константные концевые, потому что они в конце стихотворной строчки. А константные, потому что они появляются постоянно. В прозе они тоже появляются постоянно. Мы в прозе не можем прозу представить себе без пауз. Потому что там идет какой-то знак притянания, точка. Пауза должна быть. Даже после запятой небольшой пауза. Точка, запятой. Аус-ноцветательный знак или упросительный, а многоточие. Надо подумать. То есть, все это. Но они возникают как бы хаотично. Там системы нет. А в поэтическом тексте они появляются константно. И это превращает нас в то, что мы называем текст в столб. Вот это важный момент. Но я что-то отвлекся от какого-то момента. Прочитать вы хотели еще? А, да, вот, да, про брата. Да, 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 да. Ну вот, ну то, что он учился. Ну, действительно. Общий закон Киселя. Или за того парня. На старших курсах в МГУ обычно складываются всякие кружки и объединения по интересам. В одних компаниях предпочтение отдают футболу, в других – преферансу, в третьих – диссидентури или же дегустации крепких напитков. Не могу сказать, что коллеги товарищи были чужды этим досугам. Но их всегда тянуло к чему-то высокому и светлому. И здесь Николай, как атомная бомба, попал прямо в эпицентр. Его ценили сокурсники и любили сокурсницы. Авторитет теоретика начал складываться уже на первом курсе. Когда в одну из стен газет он поместил свое эссе про бытие. «Главная мысль заключалась в том, что бытие есть. Есть и ни в какую. Не бог есть, какая истина, но научных коммунистов, что называется, проняло. Жаль, что этот сакральный текст не дошел до нашего времени. Потом последовал успех Коли с его общей теорией киселя. Его друзья, его однокурники рассказывали. Ну, Коля, он такой же великий, он великий. Он выдвинул всеобщую теорию киселя. Основывалась она на том простом постулате, что все в нашем бренном мире – кисель. Только где пожиже, а где погуще. Я тогда несколько скептически отнесся к этому смелому концепту. Но каково было мое изумление, когда я узнал, что русский оригинальный мыслитель Дмитрий Панин сделал себе громкое имя благодаря его теории густот. На Западе, да, он уехал в Европу, в Америку, Дмитрий Панин. И действительно теория густот, это там обсуждалось и точек пор обсуждается. Коля же в шутливой, непринужденной форме выдвинул схожие идеи значительно раньше. Человеку нужен человек. Когда мы вместе с братом читали Достоевского, между нами возникла душевная связь особого рода. Сейчас, по прошедшей времени, остается лишь гадать, какую цель преследовал тогда брат. Действительно ли его чтение в какой-то момент застопорилось и требовалось вмешательства изменить? Или там что? Пройдет... Николай хотел довести до меня мысль о том, что человек не должен оставаться в одиночестве. Пройдет немного лет, и мы с ним будем раз за разом просматривать фильм Андрея Тарковского «Солярис», где астролетчик с наук произносит сакраментальную фразу «Человеку нужен человек». Тарковский вообще в наших разговорах занимал особое место, имеется до Андрея. Сперва Николай в деталях пересказывал содержание Андрея Рублева. Помню, как подробно, едва ли не с раскадровкой, он описывал дубовую ветвь, трепещущую под ледяным дождем. Понимаешь, говорил он, ты видишь эту ветку и понимаешь, так было и 500 лет назад, так происходит сегодня, так будет и в будущем. Какая мысль, и как просто проведена. Потом мы растолковывали друг другу символику «Соляриса», бились над загадками и намеками, которыми великий режиссер переполнил свое зеркало. Много для нас оставалось непонятным. Поведение героя Анатолия Солоницына, прыжок на гранату контуженного военкома Юрия Назарова, появление в кадре Анны Ахматовой, цитаты и письма Пушкина Чаадаеву. Сегодня мы посмеялись над тогдашним непониманием. Все эти символы ныне кажутся кристально ясными, а тогда спросить было некого. И потом, когда пришел черед обсуждать картину Тарковского «Сталкер», Николай Михайлович достаточно строго оценил этот фильм «Затянутый». Ну а проезд героев на дрезине, спросил я. Проезд на дрезине – это высший пилотаж, отвечал брат. Кстати, он собирался и Высоцкого туда пригласить, но потом ему отказал. Это, по-моему, в зеркало. Ну да. Ну вот, может быть, такой вот практический такой момент. Практический. Ну вот, всем кажется, что это, ну, может быть, мелко. Ну вот я вспомнил об этом. Алабашлы с мошками. В некоторых ситуациях, по всем статьям безнадежных, Николай Михайлович мог проявить поразительную убедительность доводов. Как-то раз в продовольственном отделе военторга, который выходил тогда на улицу Симашко, мы с друзьями купили бутылку вида Алабашлы. Был такой вкусный и доступный по цене портвейн. А когда пришли ко мне в комнату, неожиданно увидели, что внутри бутылки плавает, видимо, невидимо, каких-то мушек, по-видимому, напоминающих дрозофилу. Понятно, что цедить, пить и морщиться от этого напитка никто не пожелал. Что было делать? И тут Николай Михайлович взял на себя инициативу. Он слил в бутылку то, что было разлито по стаканам. Заткнул ее предусмотрительно аккуратно снятой капроновой пробкой. Этой премудрости меня научил поэт Капанков, который откупоривал бутылки своей авторочкой, имевший заостренный металлический конец. И решительно скомандовал. Пошли в магазин. Честно говоря, никто из компаний не верил в успех этого предприятия. Настроение у всех было испорчено, но мы понуро поплелись в айтор. Чека, конечно, у нас не сохранилась. У прилавка Коля очень спокойно и доказательно предъявил продавщице суть нашей претензии. Она пыталась было возразить. У нас тут вон сколько всякого вина. Никаких мошек нет. Николай Михайлович тем же хладнокровием заметил. Да, но вот в этой конкретной бутылке они есть. Время были советские. Работники прилавка с покупателями не слишком церемонились. Но тут случилось своего рода чудо. Под воздействием доводов моего брата продавщица сникла и покорно заменила бутылку с мошками на другую. Кстати, иной даже марки. Кажется, Акстафар. Другого Алла Пошлы у них уже не было. Возможно, она просто изначально знала, что продают. Но это была победа. И довольно редкая на всех фронтах борьба с работниками советской торговли. Мне кажется, еще у кого-то есть вопросы сегодня. Ну, сейчас еще. Может быть, чтобы закончить вот этот блог про брата, я хотел бы еще прочитать. А потом, по любым моментам. Когда запахло наследство. В общем, пришло моей матери, пришло письмо. Письмо, такое казенное. Ее письмо вернуло, что адресат. Она написала сыну письмо, а пришло адресат. Получив убийственную весть, мама позвонила мне и, рыдая, сообщила, в чем дело. Ну, ладно, не переживай раньше времени. Может, какая-то ошибка, ответил я. Я ей и наутро отправился в Дулево. Хотя на душе кошки скребли капитально. До этого раза два я бывал у брата в гостях и знал, где его квартира. Стояла весна, пили птички, распускались первые листочки. Поднялись на его этаж. Я стал колотить во входную дверь, но она молчала. Я позвонил с соседями. Мне сообщили, что да, неделю назад милиция вскрывала здесь квартиру. Потому что оттуда исходил нехороший запах. Все было ясно. Заместитель начальника милиции, узнав причину моего появления, помрачнел. Подтвердил, что все так и было. Приходилось в противогазах входить. Эти чувствительные и щепетильные у них сотрудники. А потом язвительно заметил. Пока жив был, никому был не нужен. А когда запахло наследством, примчались. Я взглянул на озабоченного подполковника и промолчал. По сути дела, он изобличил себя. Ясно, с наколенную квартиру у них были свои меркантильные виды. Оставалось выяснить место захоронения. Вот я прибыл на кладбище на окраине Орехово-Зуево. Отрискал участок, где находится свежее захоронение. Так называемый бесхоз. Это было редколесие, где росли елки, тощие осинки, рябинки. Никаких могил и крестов там еще не было. А только кое-где, высланную игрушником землю, были вбиты приземистые деревянные таблички с номерами. Выяснив, в каком порядке идет нумерация, довольно быстро нашел нужную мне дощечку с черными цифрами, какими отец когда-то номеровал столбы. Я воткнул в землю небольшой кол, примотал к нему бечевкой горизонтальную фалку. Вот то место, где Николай Михайлович обрел свой последний приют. Могила философа, это последний из этого цикла. Следующий приезд я поставил над могилой нехитрый памятник из гранитовой крошки и стальную ограду. Удалось справиться своими силами, кладбище выделило тележку, лопату, лом. Узнав, что я нашел место погребения, родители заговорили было о перенесении праха поближе к ним вундеры. Но следующие ответные люди, с которыми мне довелось обсуждать вариант, говорили, эксгумация, дело муторное, затратное. Но есть выход из положения, можно набрать землицы с могилы и отвезти ее в другое место. Это будет символическим перенесением праха покойного. Так мы и сделали. Я накопал земли с торфяными вкраплениями, отвез пакет вундеры. Отец сколотил красивый ящичек, и мы устроили настоящие похороны. Пришли десятки людей, прах сопроводили на кладбище и подселили Коле на останки могилу дедушки Сергея Алексеевича. Завершилось все настоящими полноценными поднимками. Последние почести были по всем правилам. Потом, когда я привозил в Орехово отца и мать, они на десяток лет пережили старшего сына, повторялась одна и та же история. По дороге на кладбище они были настроены трагически и напряжены, что естественно. Казалось, в этой ситуации ничто не может их утешить. Но подходя к могиле, они видели, что лесок в этом месте как бы расступается, и их сын лежит не в каком-то гиблом месте, а на небольшой полянке, что придает захоронению, если можно так выразиться, уютной и немного умертворяющей. Примерно то же самое сказал во время посещения друга, его сокурсник Вова Пальмана. А когда мы приехали сюда с Мансеровым, тоже товарищем моего брата, то он без пафоса и подготовки произнес лаконичную надробную речь. Николай Михайлович никогда не жил как философ, а умер как философ. Мы налили в три пластикового стаканчика водки и помянули Колю, его недолгую, местами не задавшуюся, но все же яркую жизнь. Теперь, пожалуйста, если какие-то вопросы поделились. Вопрос, может быть, не совсем обычный. Вы о брате пишете, вы иногда, ну, брат, Коля, а иногда Николай Михайлович. Это то, что вы сказали вначале, что он оказал достаточно большое влияние на вас, то есть определенное данное уважение. Ну, как-то, простите, как-то вот мне непривычно, о брате Николай Михайлович. Вас это немного... А, о брате Николай Михайлович? Ну, Коля, брат, Коля, брат, понятно. Он старший брат, он уже тем, кто... Но он не намного старше вас. Ну, он на четыре с половиной года, не намного, да. Ну, здесь, знаете, вопрос, во-первых, это вопрос синонима. Вопрос синонима. Я же вот пишу, допустим, какую-то текст, я не могу вечно говорить Виктор Иванович, Виктор Иванович, я говорю, он, я говорю, тот или мой собеседник. Я иногда говорю, брат, Коля, Николай, Николай Михайлович. Ну, вот это просто для того, чтобы текст выглядел немножко разнообразнее, а не потому, что я ему воздаю... А потом, мне это кажется, уважение к возрасту Николая Михайловича. Николая Михайловича. Когда он был маленький, он Коля. Когда вы говорите о взрослом, это уже Николай Михайлович. Конечно. Ну, да-да-да, естественно, да. Естественно. Ну, с другой стороны, хотя вот сейчас он не со мной, да, он уже давно уже не со мной, я могу о нем думать и как Коля. Ну, конечно. Я могу даже говорить, Колька. Для вас там всегда такой. Такие сказаны, где вот обидные вещи для меня делают, я просто их не зачитывал. Для вас-то он всегда... Он старший брат, он же меня поколачивал. Ну, для читателя, конечно, с уважением, Николай Михайлович. Да. Ну, вот, если вопросов нет, тогда я хотел бы перейти вот к следующему пункту нашей программы, прочитать вам какие-то стихи. Прочитаю. Да, стихи есть. Стихи, да. Стихи.